Развитие речи Может быть, работает индивидуально с логопедом или с дефектологом Или просто играет с родителями Игры, которые развивают общую моторику, они полезны Но именно вот эти мелкие, когда нужно что-то пальчиками делать Вот эта чувствительность пальчиков Именно самые мелкие и самые тонкие движения рук Они очень хорошо развивают именно, как я знаю, связанные Так доказано, что связанная артикультурная и ручная моторика И поэтому легче формируется звукопроизношение Правильнее произносятся звуки детьми И, собственно, в структуру занятий вообще и логопедов, и дефектологов Входит такая часть, как развитие моторики И общей мелкой И вот песок можно использовать прекрасно практически на любом занятии Он не надоедает детям, он интересен всегда детям Именно для развития моторики Для того, чтобы изготавливать какие-то мелкие предметы Для того, чтобы просто вот эту вот тактильную чувствительность формировать рук Да, а так как, когда мы обычно прорабатываем вот это все Мы переходим сразу на артикультурную гимнастику И она идет лучше То есть легче осознать, когда руки развиты Легче осознать свою моторику именно речевую Да, куда язык, куда... Иногда детям очень сложно бывает, особенно если у них какие-то проблемы То же самое можно делать дома с родителями То есть это не обязательно должны быть какие-то специальные занятия организованные Это может быть простая игра Да, но уже достаточно того, что ребенок руками, тактильно Вот это вот все работает, прорабатывает У него уже пальчики развиваются Первое упражнение можно использовать для развития речи При описании свойства предмета То есть песок можно взять, например, если взять заранее песок Заготовить его, какую-то рабочую поверхность Можно часть песка положить на солнышко, нагреть его, чтобы он был теплым Можно часть убрать куда-то в холодное место, чтобы он был холодным И часть оставить в комнате на температуре И это будет описательное свойство именно по температуре Теплый, холодный, прохладный или обычный, нормальный Также его можно разделить по цветам Если взять разного цвета песок Это зеленый песок, это синий песок, это розовый песок И также можно брать свойства предметов именно по их агрегатному состоянию То есть сыпучий, мягкий, если его посыпать Если его слепить, он будет твердый Вот такие вот упражнения очень хорошо развивают речь Развивают способность описывать какой-то предмет И при этом мы делаем это наглядно Второе упражнение именно на пространственную ориентацию То есть мы заготавливаем какую-то рабочую поверхность Это может быть лист бумаги, песочница, стол Не важно, где удобно Просим ребенка сформировать из песка, например, треугольник И поместить его в какую-то точку поверхности Например, помести треугольник, ставь треугольник в правый верхний угол Там песочница или листа И ребенок, соответственно, лепит треугольничка, аккуратненько его туда помещает Это позволяет именно формировать пространственные ориентации Что очень важно, например, при подготовке к школе Ну и в младших школьниках тоже иногда бывают у них проблемы Пока они входят, так сказать, прорабатываются в школьную деятельность Им тоже важно ориентироваться на листе И к тому же это позволяет, если мы формируем там треугольник, квадрат, круг Это еще и повторение понятий о геометрических фигурах То есть как выглядит треугольник, как выглядит квадрат, как выглядит круг Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...